Так, ребята, сегодня тема значит кости нижней конечности, бутун цюю октюры. Бутун цюю октюры нюты манкулер керет. Значит, джамбаш курчо он цю октюры и бутун эркин цю октюры. Значит, кости нижней конечности делятся на костей тазового пояса и свободной части нижней конечности. Значит, это бедренная кость, это кости голеной и кости стопы. Бутун эркин цю октюры нюты, значит, кашка джелик керет, джото джелик, балдақ джелик менен, из-чунды тезенен томағы тұрат и бутун кетмен бөлік төрю. Значит, это тазовая кость джамбаш сүйугу. Значит, до 16 лет состоит из трех костей. Это подвздошная кость джамбаш сүйугу, джетчатқа як сүйуг 2 талат. Это седалишная кость отрғуд сүйугу, это лапковая кость уча сүйугу. До 16 лет эти три кости сайдиняйтся при помощи хрияшар, а после 16 лет они сайдиняйтся при помощи костной түканей, образует единую кость. Значит, чатқа як, отрғуд сүйугу, учас сүйуг түрі, оналты жашқа чейн кемірчек түкан арқылу бірге тағы, оналты жаштанген сүйуг түкан арқылу бірге бір бүтін сүйуг түкан арқылу бірге бір бүтін сүйуг түпайда қылат. Значит, подвздошная кость, чатқа як, отрғуд сүйугу, ос илім. Так, сұстайд из тела, денесінен түрад, и крылья қанатынан түрад. Крылья подвздошной кости заканчивайсы гребнем, гребін подвздошной кости. Канаты кенейіп, джайлып, кыры менен бүтөт, жалы менен бүтөт. Так, жалы, алдынқы жоғырқу, алдынқы түмінкі кырлары менен, артқы жоғырқу, алдынқы түмінкі кырлары менен бүтөт. Хырлары нұрт ұстығы мүтөт, жалы менен бүтөт. Значит, гребін подвздошной кости имеет переднюю, верхнюю, переднюю, нижнюю ось, заднюю, верхнюю, заднюю, нижнюю ось. Между ними вырезка. Так, ямка, к которой прикрепляется мышцы. На внутренней поверхности имеется ушковидная поверхность. Эта поверхность соединяется с такой же поверхности тазовой кости и образует крестцово-тазовый сустав. Значит, сөйліктен, нижкі бетінде кұлақтың халқанын оқшушкерген муын беті бар. Бұл муын беті күлмұлчақтың ұшындайлы муын бетіменен береге, күлмұлчақ жамбаш муынын түзіп. И на внутренней поверхности тазовой кости имеется дуға образная линия. Жамбаш сөйліктен, нижкі жағында дуға, 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 дуға сызық часы бар. Бұл сұзығы жамбаш чарасын екеде бөліт. Вот, жас мал сұзығы, дуға образная линия. Вышшая линия – это большой таз, неже линия – малый таз. Бұл жас мал, доғос мал линияның сұзығчаның үстін күжаға жамбаштың чонг чарасы деп аталса, төмін күжаға жамбаштың күшчің чарасы деп аталат. Уша сығы, лапковая кост – оспу бис. Сұзығы түн алдыңқы жағында орын алақ. Расположена передние части тазығы косты. Имеет тела денесей бар. Верхная ветвь – жоғорқы бутағы и нижная ветвь төмінкі бутақтары бар. Для мүшт, бұл чүндары үшін қырчасы бар. И алдыңқы жағында сұстауная поверхность мұны беті бар. Это суставная поверхность соединяется с такой же суставной поверхностью лаковой кости и образует симфиз. Так, отргутся, седалищная кость, ос и шеи, имеет тело, дынеси бар, ведь в седалищной кости бутағы бар. Значит, отргутсян бутағы, учанын бутағы менен берегіп, козынык түтүзет. Ветв седалищной кости соединяется с ветвью лапковой кости и образует запирательную отверстию. Так, значит, имеется седалищная бугристость для мышц. Отргуштым донпок чулыр бар, бутыңдар үчін. Позаді кости, сөйіктің артқы жағында седалищная ось түрчуғы бар. Вышы большая седалищная вырезка жоғырку жағында кемтігі бар. И малая седалищная вырезка күчу кемтігі бар. Сөйіктөрдің чатқаяк, отыргуч, учаса сөйіктөрдің денелері берегіп, муын бетін түзет. Тело подвздошной костей, седалищной костей и лапковой костей соединяясь образует ветложную впадину. Бутың джамбаш чарасы пельвис. Целый таз пельвис. Целый таз образуется иссоединение правой, левой подвздошной костей с крестцом. Так, значит, еркектерменін аяльдардың джамбаш чарасы біребеременін айрмаланат. Женский таз і мужской таз отличайся друг от друга. Значит, у женщин крылья подвздошной костей боле развернуты. Аяльдарда чатқаяк джамбаш чарасы біребеременін айрмаланат. Так, вот где соединяются лапковые кости, у женщин образует расширенный тупой угол, а у мужчин образует острый угол. Значит, аялдар, да, аялдар, да, у часу и угунын берегентере кенгеген джаилган буршты пайдахлса, эркектерден курч буршты пайдахлад. Так, у женщин, у женщин, так, значит, крестец, где соединяется с пятым поясничным позвонком, называется мыс. Значит, у женщин мыс не выступает в полость таза, а у мужчин выступает в полость таза. Значит, күрмылчақ менен 5-й бел омыштықасының береген джері мыс деваталады, аялдар, да, мыс жанбаш кондуйыны шықпай, эркектерден шығып тұрады. Қашқа жилек бұтын эркен сөйіктеріне керет, ос феморис, латинчасы, денедегі ең ұзын жанакүсті сөйіктерге керет. Түтік түріндегі сөйік, анын денесі диафиз, екі бүтші эпифиз, эпифизменен диафиздің аралығы метафизді. Метафиздің аралығы метафизді. Метафизді жылма қай келет, жылма қай келет, артқы беті бұдра қай келет, бұл жерге бұлчыңдар келіп башталады, бұлчыңдар келіп бекет. Зөктің түріндегі дісталық епифизді. Так, значит, бедренная кость, ос фемурис, это самая длинная кость в теле человека, ос фемурис по-латыни, так, является длинной трубчатой костью, так, значит, имеет тело, диафис, две расширенные концы эпифиз, между диафизом и эпифизом имеется вот метафиз, метафиз, так, на проксимальном, то есть на верхнем эпифизе имеет головка бедренной кости, вот головка бедренной кости, шейка бедренной кости, это типичное место перелома, большой вертель бедренной кости, малый вертель бедренной кости, межвертельный гребень, ямка, так, вот передная поверхность тела бедренной кости, гладкая гладкая а вот задная поверхность шероховатая то есть это вот ягодичная бугристость и шероховатая линия прикрепляется мышцы на нижнем дистальном эпифизе имеет медиальный мышелок латеральный мышелок медиальный над мышелок и латеральный над мышелок и межмышелковая ямка межмышелковая ямка балтырсы октеры балтырсы октеры узын түтік соктерден тұрад анын ишки чайгашқан сөгі жото жилік тибия дават алады и сұртында жайгашқан балдақ жилік фибула дават алады так начит жото жилік жото жилік жото жилік тибия балдақ жилік фибула эки сөгтен узын түтік сөгтөр бөкеред алардын денелері диафизе дават алады и ки бүтіші эпифизе дават алады и диафизминен эпифизин аралығы вот метафизе дават алады вот метафизе так начит жото жилік жото жилік бұл денене нічке жағында жайгашаттағы жоғырқы проксималық бетінде муғын бетей бар муғын бетей муна гөрініп тұрат так сөгтін сөгтін ичке мұшылуғы или дүңілі сұртқы мұшылуғы дүңілі алдында бұл чүндар геліп бек үші донпокчосы бар жоғырқы муғын бетінде донпокчосы бұт апофизе деп аталан сөгті үш күрлі үш бетті начит алдын күкірі ичке күрі жана сұртқы күрі деп аталан сөгтін төміркі дисталдық бетінде муғын беті бар муғын беті и ичке қ аталат балдақ жүлік фе була жанайты өткенді үш күнді үш күнді үш күнді үш бетті алдынғы ичке сұртты қырлар бар а төмөнкі эпифизі сұртты қызылашық менен бүтті Кобла жангөн prescription күнді үш күнді күнді үш күндіүні үш күнді жан Сұрысалық тğді тіпті ты үш күнді үш күнді үш күнді мне? Бүш күнді үш уны posición甩 дж 국민ен күмір маұ. Мағын ойсып�ng деже қарқашты инүш күнді сүбі үш күнді. Большеберцовая кость тибия. На проксимальном эпифизе имеется медиальный мышелок, латеральный мышелок, бугристость для мышц, прикрепляются мышцы. На верхнем суставном поверхности имеется апофиз. На дистальном эпифизе имеется суставная поверхность и медиальный мышелок. Медиальный мышелок, медиальная лодыжка и медиальный мышелок. Тело имеет три края, три поверхности. Это передный край, медиальный край и латеральный край. Малоберцовая кость фибула, тоже длинная трубчатая кость. На верхнем эпифизе имеет головка малоберцовой кости. Тут имеется суставная поверхность. Тело имеет три края, три поверхности. Передный, медиальный и задный край, а нижний эпифиз заканчивается латеральной лодыжкой. Продолжение следует... Позади тазовой кости вместе с крестцом соединяет и образует крестово-подвздошный сустав. Тут имеется ушковидная поверхность, при помощи этой поверхности соединяется. А спереди, значит, это лаковая кость, то есть это полусустав, при помощи хряща соединяется и называется полусуставом, то есть симфиз. Так, значит, тазобедренный сустав. Джамбаш, кашхаджилик, мууны. Кашхаджиликтын башы хатшат, джамбаштын мууны беты хатшат. Значит, участвует головка бедренной кости и суставная впадина тазовой кости участвует. Татал, муун. Сложный сустав. Муунда бюгую джазу, сгибание-разгибание, приведение-отведение. Денеге джакандату, алстату, хаймалдаришки ашат. Так, генгесе тизе мууны, каленый сустав. Тизе муунын үстінде тизе нын томуғу наткаленник жағашат. Тут имейтсі, аснаваңя, негізі, тела денесі и верхушка учу бар. Значит, тизе муунын түзуге, тизе муунын түзуге. Значит, кашхаджиликтен дисталдық бетуші и жотожиликтен джоғорқы проксималдық бетуші қатшат. Бүгү, джазу, ічкергайландру пранатса, сыртхайландру супинатса хаймалдаришкашат. Каленний сустав. Для образования сустава участвует дистальный эпифиз, то есть бедренные кости и проксимальный эпифиз большеберцовой кости. В суставе сгибание-разгибание, так, вращение внутрь пранатса и вращение внаружу супинатса происходит. И отдельный сустав, дағы өзалданча мууын, джоғы жиликменен балдақ жиликтен мууыну, дағы пайда болуды. И следующий сустав, гиенки мууын, галеностопный сустав. Так, значит, кызлашық мууны деваталат. Значит, медиальная ладышка большеберцовой кости, элатеральная ладышка малоберцовой кости в виде вилки соединяйтся сторонной кости. Сгибание-разгибание, пранатса, супинатса. Так, значит, джоғы жиликменен балдақ жиликтен, джоғы жиликтен ішки қызылашығы, балдақ жиликтен сыртқа қызылашығы, бақай, чүкө сөйгінің үстіні вилка түрінде бірігетті ағы, гиретті ағы, значит, бүгі, жазу, ішкеріге сыртқа бұру қымылдары ішке ашат. Вот, бұттың кетмен бүлігі, бұттың кетмен бүлігі, Чуко-сойгу депаталат. Чуко-сойгу депаталат. Андан гейнке сойук. Кайық смал сойук. Так, кепил смал сойук. Имунаға 1, 2, 3. 3 овы. Бул куб смал сойук депаталат. Куб смал сойук. Так, шибылчак сойук төру. Шибылчак сойук төру. 5 5 кыска түтік түріндегі сойук төрден тұрад. Әрбірінің негізі, денесі, баштары бар. И, манжалар. Манжалар. Колуның манжалары сияқтойылы фаланғалардан тұрад. Башпармақ 2 фаланғадан тұрса. Та, қалған 2-3-4 фаланғалар. 3. Манжалар 3 фаланғадан тұрад. Бул жерде сылып қалғаның ұлтымдан манжаларда көрінді тұрад. Құғор, құұлтым, құтөңті обл! Құқұғанды бол falанғалардан тұрад. Продолжение следует...